Всем привет, на связи Интензо Айдзо. И в данном видеоролике мы раз и навсегда разберемся, что же все-таки брать. Макбук или ноутбук на Windows? Поехали! Первый пункт это дизайн и внешний вид. Макбук, в отличие от большинства ноутбуков на Windows, отличается своим высококачественным изящным корпусом. Вот все эти элементы по типу клавиш, качпада, динамиков, гармонично сочетаются друг с дружкой. А вот практически все ноутбуки на Windows из дешевого, нелаконично сочетающегося пластика. Конечно, есть парочка моделей ноутбуков на Windows, например, ноутбуки Innova Yoga Slim 7 Pro, Huawei MateBook 14s или Dell XPS 17. Они выглядят симпатично, уже не из пластика, но все равно не то. Ведь ничто не сравнится с королем минималистического дизайна. Второй пункт это мощность. Новые макбуки Apple на собственном процессоре M1 от Apple, использующие 5-нанометровую технологию, производство которой гарантирует скорость, а также оптимизированное энергопотребление. Также процессор M1 имеет 16 миллионов транзитов, что позволяет инженерам компании интегрировать 8 ядер, 4 из которых справляются с самыми сложными задачами, а другие 4 ядра помогают увеличить время автономности. При покупке макбука предоставляется выбор ОЗУ, то бишь 8 гигабайт или 16 гигабайт. Прикол в том, что если нет денег или хотите нормально сэкономить, берите макбук на 8 гигабайт оперативной памяти. Ведь на macOS есть такая функция, если системе не хватает оперативной памяти, то система занимает нехватающую память для оптимальной работы у жесткого диска. А если не хватает памяти, то купите высокоскоростной внешне подключаемый диск с SD. В данном ноутбуке не имеются дискретной видеокарты, так что в игры на данном ноутбуке не поиграешь, кроме онлайн-шутанов по типу CSGO, Minecraft, Rocket League и Fortnite с напрягом. Но, а в плане работы, например, для видеомонтажа, фотошопа или банального серфинга, ноутбука хватит за глаза. А что насчет ноутбуков на Windows? А на Windows ноутбуках проблем с мышностью нет, по крайней мере на элитных моделях. Ведь в ноутбуке на Windows по цене макбука Aero 2020 года зачастую добавляют дискретную видеокарту. Самые популярные карты в данном бюджете ноутбуков – это GTX 1650 на архитектуре Туринг и на 12-нанометровом техпроцессоре с 4 гигабайтами GDDR5 на частоте 8 ГГц. И RTX 3050 на архитектуре Ампере на 8-нанометровом техпроцессоре с 4 гигабайтами GDDR6 на частоте 12 Гц. Они отлично подойдут для современных AAA-проектов. Пару с такими видеокартами ставят обычно процессоры AMD Ryzen 5 500X или Intel i5-10300A. Но в монтаже видео или в серфинге данные ноутбуки хуже справляются с задачами, нежели макбук на M1. В целом неплохо. Но стоит заметить, что есть ноутбуки по схожей цене, как макбук на M1, без дискретной видеокарты, а со встроенной, как и на макбуке, собственно. Все встроенные видеокарты, именно все-все-все, в Windows ноутбуках проигрывают чипу M1 в плане работы. А что насчет памяти? На Windows ноутбуках за ту же цену, что макбук R 2020 года на M1, ставят зачастую 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Ну что SSD, что ОЗУ на макбуке работает быстрее. Экран. У макбуков с 2010 года ретина дисплея. Ретина обозначает плотность пикселей. То есть изображение получается четкое, а не зернистое. Также название ретина запрещается использовать в продуктах других брендов, имеющих такую же или даже большую плотность пикселей. А 227 пикселей на дюйм обеспечивает высокое качество цветопередачи с миллионами цветов. Разрешение этого макбука 2560 пикселей на 1600 пикселей. Именно в данном макбуке яркость 400 кандела на квадратный метр. Также в макбуках используется технология True Tone. Проще говоря, это продвинутая функция автояркости, которая теперь подстраивает яркость каждого цвета под внешнее освещение. А что же на ноутбуках по схожей цене с макбуком Air? Например, на ноутбуке Acer Nitro 5, IPS матрица, Full HD дисплей, то бишь 1900 пикселей на 1080 пикселей. По сравнению с макбуком, это неплохой экран, но он очень-очень далек от ретиндисплея на макбуке. Также есть такой ноутбук как Huawei MateBook 16 с IPS экраном, у которого разрешение 2520 пикселей на 1680 пикселей с яркостью 300 кандела на квадратный метр. Это уже лучше, чем у Acer Nitro 5, но до макбука по-прежнему не достает. Еще с Windows есть ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 Pro с IPS экраном 2560 пикселей на 1600 пикселей, 500 кандела на квадратный метр и со 120 герцами обновления дисплея. Экран практически идентичен экрану на макбуках даже на 60 герц больше, но стоит данный ноутбук на целых 30 тысяч рублей больше. Поэтому экран на макбуках в соотношении цена-качество самый лучший на рынке. Четвертый пункт немаловажен. Это аккумулятор и насколько долго ноутбук живет на одном заряде. Новый макбук Air просто неразряжаемый. В это сложно поверить, но это так. Ведь чтобы разрядить данный макбук со 100% до 0, нужно 4 дня подряд работать по 4 с лишним часа в сутки. Макбук Air может 16 часов работать без подзарядки. Скорость зарядки тоже топ. Всего 90 минут. Единственное, не хватает индикатора, как на старых макбуках, где штекер загорался зеленым, когда ноут заряжался до 100. Перейдем к ноутбукам на Windows. Например, Surface Laptop от Microsoft, так же как макбук Air, имеет мобильный процессор. Идентичную стоимость. Заряд держит тоже 16 часов, как и макбук, но он намного слабее. Навряд ли подойдет для креативных задач и сложных проектов. Еще есть не менее интересный ноутбук на Windows. Это Samsung Galaxy Book Pro 360 EVO. Многообещающее название, и название себя оправдало. Ведь данный ноутбук держит 21 час зарядки. Но по сравнению с макбуком на M1, у него хуже экран, производительность системы и производительность в играх. Плюс о Samsung Galaxy Book, он легче, и у него сенсорный экран. На этом все. Пятый пункт, это операционная система. Тут говорить не о чем, ведь Mac iOS оптимизирована больше для сервинга в интернете, для работы с графическими программами, для монтажа видео. А минусы данной системы, Mac iOS не предназначен для игр. А Windows оптимизирован больше для игр, как раз таки. И если вам нужна гибкость настроек. Минусы Windows обновления, не в самое нужное время. И с графическими программами работает медлее. Ну а наконец вывод. Если вам нужен ноутбук для игр, то берите ноутбук на Windows. Но обязательно с дискретной видеокартой. Так как ноутбуки на Windows с мобильными процессорами в разы слабее, чем мобильный процессор Apple M1. Ну а если вам нужна рабочая машина для работы в графических программах, фотошопе или монтаже видео, то тогда Macbook это точно для вас. Ну а на этом все. Если вам понравилось данное видео или данный формат, то не пожалейте своего лайка, комментария и подписки на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok